Что парни ошибочно считают крутым в себе? Я же мужик, по типу, я не буду выражать свои эмоции, потому что я мужик. Я не буду бриться, потому что я мужик. Я даже не приближусь к людям, осуждающим одежду, ведь я мужик. Носить розовое это для баб, а я мужик. Да господи, делай, что тебе нравится, живи как хочешь, хватит строить и себе хуй знает что. Ты не станешь менее мужественным, если скажешь, что одно платье тебе нравится больше, чем другое. Или что ты плакал, когда впервые смотрел свой любимый фильм. Парни, которые гордятся тем, что били кого-то. Я ехала в автобусе со знакомыми парнями, и один из них с гордым видом рассказывал мне, скольких бомжей и алкашей уложил второй. Я просто смотрела на него. Ты гордишься этим? Это не круто, это отталкивает. Бесит, когда говоришь отчетливо нет, а парни считают, что нет, значит да, или может быть. Придурки, у которых есть этот стереотип насчет женских отказов, пожалуйста, запомните, что нет, значит нет. Ваши попытки сделать что-то против воли девушки не делают вас привлекательными альфа-самцами, но зато вполне могут отбить все желание девушки с вами хоть как-то пересекаться, если оно вообще было. Походка а-ля у меня невидимая гора мышц, широко расставленные ноги и приподнятые руки. Зацикленность на брендовых шмотках. И прям явное пихание их во все фотки и вообще перед носом. Хуже этого, наверное, то же самое, но с палеными брендовыми шмотками. Девушек, кстати, это тоже касается. Ошибочно, но я считаю тупо, когда парни показывают, какие они сильные, с проявлением излишней агрессии. Девушки не будут чувствовать себя как за каменной стеной. Такое даже пугает, по крайней мере, меня. Когда говоришь нет, а они решают, что надо добиваться, ведь в народе говорится, что женское нет, значит, да, только поуговаривай немножко, добивайся. Но мое нет, значит, нет в любом вопросе. Это добиться своего ощущается как давление мужчины на меня. А я же слабее физически, тоньше, меньше по росту. И в такие моменты я ощущаю себя так, словно надо мной нависли и требуют выполнить их условия. Это давит. Маты. Можно материться красиво, если мат вставляется в предложение редко и чисто для яркости звучания. Но это должно быть действительно редко. А когда мата много, звучит ужасно. Демонстрация своей финансовой успешности, поверь, это может кого-то поразить. Но мне на свидании не это нужно. И многим другим девушкам. На свидании я иду узнать характер и увлечение мужчины. А когда идет демонстрация своего богатства, мне неудобно. Не надо крутых подарков и супер ресторанов с супер едой. Да и на фоне этого чувствую себя ущербной. Первое. Безумно раздражает, когда мы вас зовем гулять, а вы вместо прямого ответа «да» или «нет» пишете. Ну не знаю, наверное. Это раздражает. И к этому можно отнести случай, когда ты что-то пишешь девушке, а она отвечает «ясно, понятно, окей, да, ладно». Или вообще молчит или игнорирует. От этого просто хочется забить на все и больше не писать ничего. Второе. Не понимаем вас, когда вы вроде обнимаете нас, целуете и так далее и тому подобное. Но стоит нам попробовать к вам прикоснуться по своему желанию, вы нас отталкиваете и отторгаете такой контакт. Где логика? Третье. Раздражает, когда вы сплетничаете о нас, даже не пытаясь этого скрыть. Зачем вы это делаете? Четвертое. Ненавижу, когда вы спрашиваете, что мне надеть. Мы выбираем что-то и вы такие «ну, это мне не так нравится, но раз уж ты выбрал, то так и быть». Откуда мы вообще должны знать, какое платье вам нравится? Как же это не то, чтобы бесит. Это просто терзает, когда ты любишь девчонку, пытаешься с ней поговорить, позвать на свидание. Да или же просто посидеть где-нибудь в кафе, но вы не отвечаете, а просто уходите от прямых ответов, разговоров. И ты потом думаешь, это да или нет? Может я что-то делаю не так? Что это значит? Девушки, просьба вам от всех парней. Пожалуйста, если вам не нравится человек и вы не хотите с ним общаться, то просто один на один так и скажите ему, а не убегайте от ответа. На этом все. Надеюсь, я не зря потратил 15 минут своего времени на этот комментарий. Ребята, как вы знаете, монетизации на русском ютубе сейчас нет, а деньги нужно как-то зарабатывать, собственно, жить там, деньги там, питаться, вот это все. Поэтому рекомендую зайти на наш бусти, посмотреть пару видосов, оформить подписку, там 100 рублей в месяц всего лишь. А я как-то буду, ну, типа, питаться, ну, за этот счет, наверное. Всем спасибо, кто оформил подписку. Кто оформил подписку, всем благодарю. О-о-о. Одеколона, духов и прочего остального. Это из-за недостатка опыта, так как я слишком поздно начал этим пользоваться. Было неинтересно, не считал нужным. Да, дурачок. Но также я знаю, каково это, когда ими обливаются и хоть противогаз надевай. Очень хорошо знаю, ибо я очень чувствителен в плане запахов, и мне во многом из-за этого тяжело. Но вот в чем проблема. К сожалению, нет нужного опыта. Ты не знаешь, сколько тебе нужно именно этого одеколона, этих духов и прочего другого. В данную погоду, куда ты идешь, и все эти мелочи в совокупности создают одну проблему. Ко всему прочему, мы же еще и привыкаем быстро к запаху. Хоть все выли на себя. Чуток времени, и ты практически не будешь чувствовать, когда остальные будут просто ненавидеть тебя за это. Такие дела. А так, лично по остальным параметрам, я благополучно пролетаю. Благодарю за небольшой плюсик самооценки. Когда парни в компании других парней ведут себя а-ля «я не каблук». Когда мне было плохо, и я попросила своего парня принести мне воды, чтобы выпить таблетку, то друзья моего парня поржали со словами «каблук». Или же, когда одному из них звонила его девушка, он демонстративно сбросил и сказал «О боже, не время на тебя сейчас. Это просто бред». Еще очень не люблю, когда мужчины пытаются меня унизить, когда понимают, что я моложе на 15 лет, но имею должность, как у них, и порой зарплату больше в два раза. В конечном итоге от них только слышно «Ты же баба, логики нет», когда я решаю задачу лучше. Хорошо, что директор это увидел, и моя зарплата еще поднялась. Я спросил об этом свою сестру, и она сказала «Парни слишком перебарщивают со своей походкой, когда ноги широко расставлены, машут руками, как будто у них есть мышцы, и кусают зубочистку». Вот что реально бесит в парнях, так это то, что они сначала перед всеми хвастаются своими большими связями, богатством и влиянием, хотя в большинстве случаев это неправда, а потом ноют, что их используют девушки, и нет ни одной приличной. Да, они же себе именно таких и находят. Ни одна нормальная девушка не посмотрит на патологического хвастуна и лгуна парня, понимаете? Из моего личного опыта. Пытаться казаться крутым, будучи никем. Быть самодовольным и самовлюбленным, считать себя пупом земли, и что все должны подчиняться тебе и бояться. И являться шовинистом и считать себя крутым и правильным. Если ты гомофоб, сексист, расист и прочее, это не сделает тебя крутым, а наоборот, опустит тебя при девушках, и тебя будут считать тупым, самодовольным кретином. Выкладывать фотки с прессом, особенно ставить на аву. Чувак, ты там вообще как? Ты так сильно тужишься, что я бы на твоем месте уже родила. Вернемся к тому, что существа, которые начитались в психологии, мечтают заставить всех подчиняться себе и бояться. Бро, стокгольмский синдром и прочая фигня работает не со всеми. Я вам как будущий психолог скажу. И все обоснованное на этих пунктах. Изменено, еще бесит пассивная агрессия, мат через каждое слово, унижение других, дабы самому казаться лучше. Чувак, ты не в типичном сериале, тут это не сработает. Стоит ли вообще говорить о тех, кто стебет феминизм и суфражистов? Считать всех феминисток лесбиянками, мечтающих уничтожить мужской пол, не смешно. Я перестаю общаться с теми, кто когда-либо шутит на тему шовинизма. Стоит ли вообще говорить о тех, кто не знает, что такое феминизм и шовинизм, или отрицает свою принадлежность к шовинистам? Хотя, если девушка сама такая, то вы будете отлично дополнять друг друга. Как по мне, это бесит. Первое. Когда ты просто так показываешь парню тупой мем, а на протяжении следующей недели, когда уже не смешно, он тебе его присылается искренней верой в то, что тебе все еще прикольно, и он тебе этим как-то поднимет настроение. Второе. Почему-то мне не нравится, когда обо мне наводят справки в интернете. Типа человек, вместо того, чтобы спросить у тебя интересующий его вопрос, он лучше перероет всю твою страницу в ВК и спросит у всех твоих друзей. Третье. Когда молодой человек при вопросе «а чего бы тебе хотелось?» отвечает «мне все равно» или «а ты бы что хотела?» Блин, я для чего тебя спросила? Чтобы услышать твое мнение, а не услышать вопрос на вопрос. Эта неуверенность вообще не нужна в данный момент. Много пошлых шуток, оскорбления девушки при своих друзьях, курение, алкоголь. Когда они орут на улице всякое дерьмо со своими друзьями, то они считают, что они крутые, но это не так. Бритые виски и затылок, чтобы чуб был стрёмный, типа прическа как у Роналдо. Омерзительно выглядит, что блевать хочется. Дезодоранты и одеколон. Парни, которые намеренно пытаются высмеять какого-то популярного актёра, певца, даже не потому, что им действительно не нравится этот человек или его деятельность, а просто потому, что будто хотят сказать девушке «вот он чмо, но я-то крутой, нормальный парень». Как правило, если девушка сама показала тебе фотку какой-то звезды и сказала «он классный, да?» Это не означает, что ты какой-то не такой и тебе срочно надо оправдаться. Это означает, что она проверяет наличие у тебя интереса к тому, что интересно ей. Если у тебя есть на чём-то основанное мнение, поделись им. Если тебе без разницы или ты тоже восхищён этим человеком, так и скажи. Не надо строить из себя не весь что. Из моего жизненного опыта и жизненного опыта моих подруг. А ещё, парни, никогда не говорите девушке, на которую хотите произвести впечатление, что вы самый обычный паренёк с района. Вас должна быть изюминка, и она определённо есть. Но пытаясь произвести на девушку приземлённое представление о себе, разумеется, из лучших побуждений, вы иногда делаете только хуже. Да, напыщенных индюков никто не любит, но не надо противопоставлять себя им и занижать свою настоящую личность. У вас есть свои особенности, не надо этого скрывать. Скромность украшает человека, но не в этом случае. Поэтому, чтобы покорить девушку, не стоит говорить, что вы самый обычный пацанчик с района. Это очень сильно сбивает с толку. А на этом всё. Если видео вам понравилось, обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на канал. А также, если не сложно, оставляйте комментарий более чем из четырёх слов. Это очень поможет продвижению данного ролика в рекомендации. А также напоминаю про наш Бусти. Там вы найдёте дополнительный контент без цензуры. Большое спасибо за просмотр. Всем пока!